Здравствуйте дорогие друзья, приветствие и почтение. Продолжаем большую тему. Астральный мир, привычка, вторая натура. Отец Абсолют. Здравствуйте дорогие мои любимые дети. Сегодня мне хочется завершить разговор о сущностях среднего астрала и подвести итог всему сказанному о них в моих предыдущих посланиях. Всегда нужно помнить о том, что эти сущности являются продолжением вас самих. Выражение привычка, вторая натура это как раз о них. Эти сущности живут в вашем энергетическом пространстве и постоянно подпитывают ваши на первый взгляд безобидные привычки. Жаловаться на жизнь, обсуждать и осуждать окружающих, волноваться и раздражаться по пустякам, испытывать нетерпение и суетиться и многие другие. Это они в кавычках помогают вам в кавычках попадаться на удочку рекламы и пропаганды, поддаваться психозу по поводу различных болезней и эпидемий, которые искусственно раздуваются средствами массовой информации. Эти сущности пытаются сделать все для того, чтобы вы шли строем, не выбивались из толпы, чтобы вы влились в бескрайний океан коллективного сознания людей третьего измерения, которым так легко управлять. Они делают все для того, чтобы вы упорствовали в своих устоявшихся привычках и убеждениях, шаблонах и стереотипах мышления и поведения. Другими словами, они загоняют вас в узкие рамки восприятия жизни, не дают вам расширить горизонты познания мира, жизни, окружающих, а главное самого себя. Чтобы не лишиться своей привычной еды, энергии, обезличивания и потребления, они лишают вас индивидуальности, яркости, свободы выбора и восприятия действительности, открытости всему новому. Это они стараются внушить вам, что нельзя выделяться из толпы, что нужно жить, как все, как правильно, как предписано морально, традициями, религией, общественными нормами поведения. Их работа незаметна, поскольку эти сущности не столь агрессивны, как сущности нижнего астрала, но она не менее губительна для вас. Их постоянное присутствие в вашем энергетическом пространстве подобно болоту, из которого вам так трудно выбраться на сушу, чтобы твердо встать на ноги и начать, наконец, жить своей собственной жизнью, для которой вы и пришли на землю. И чтобы избавиться от их невидимого пагубного влияния на вас, я могу дать вам все тот же единственный универсальный совет – следите за каждой своей мыслью, следите за каждой своей эмоцией. Не давайте сущностям среднего астрала управлять вашим сознанием, а значит и вашей жизнью. И если вы сумеете вырваться из этого заколдованного круга, то этим вы поможете не только себе, но и вашим невидимым попутчикам подняться на новый уровень бытия. Вспомните выражение «Мы в ответе за тех, кого приучили». А ведь именно вы и приучили сущности среднего астрала своими не самыми лучшими мыслями, не самыми лучшими эмоциями и поступками, которые с годами закрепились все больше и больше, в результате чего вы уже сроднились с этими сущностями. Вы уже составляете с ними единое целое. И поэтому, если вы, повысив свои вибрации, подниметесь на новую ступеньку духовного развития и поменяете свое отношение к жизни, то тем самым вы дадите шанс этим сущностям подняться на новый астральный уровень. А значит, подтолкнете их к развитию в сторону света. И я благословляю вас на это, родные мои, безмерно любящий вас. Отец-Абсолют говорил с вами. Приняла Марта. Вы прослушали тему «Астральный мир. Привычка. Вторая натура». Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...